Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет интересная тема общего расклада. Она будет звучать так. Качели в отношениях. Ну, во-первых, что их провоцируют, вот эти качели? А во-вторых, куда вообще человека качает? Причем качели могут быть абсолютно разного характера. Они могут быть как в любовных треугольниках, так и без них. Потому что, ну, понятно, что, да, когда любовный треугольник, то его больше перетянет к сопернице, то его больше перетянет к вам. Причем я всегда говорю о том, что слово соперница не эквивалентно слову любовница. Потому что для любовницы жена тоже соперница. И все ситуации очень индивидуальны. Я не стою на стороне ни тех, ни других, ни любовниц, ни жен. Потому что пока не посмотришь конкретно взятую ситуацию, понять, что происходит, достаточно трудно. Поэтому мы не говорим о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но мы будем говорить о том, почему человека так качает, и почему вот такие вот моменты происходят. Если нет любовного треугольника, тоже могут быть качели. То есть сегодня человек вроде бы радостен, вроде бы он приветлив, вроде бы он с распростертыми объятиями появляется, хорошие слова какие-то вам говорит. И вроде бы все неплохо. А потом вдруг он замыкается в себе, потом вдруг он не отвечает на звонки, на какие-то сообщения ваши и так далее. Это тоже кажется неадекватным. И вот откуда все это берется, что происходит, нам поможет выяснить данный расклад. Если вы хотите оставить свою идею для общих раскладов, то в пункте 2 прикрепленного комментария ссылка на видео, под которым вы можете это сделать. Но очень вас прошу, вот многие начинают строчить еще до того, когда дослушали, что я говорю. Я очень попрошу вас обратить внимание вообще на прикрепленный комментарий, потому что в нем очень много полезных ссылок, в нем рассказывается, где общие расклады, где вы можете оставить свои идеи, как можно получить индивидуальный расклад для себя, каким образом можно заказать большой годовой расклад, какие они бывают, потому что открывается сезон больших годовых раскладов тоже. Где можно посмотреть колоды, как называется колода, что за колода. Потому что очень часто спрашивают, ой, а что это у вас видео за такие красивые колоды. И я могу честно сказать, что да, я тоже периодически смотрю какие-то новинки колод. И зачастую я бывает, что захожу на каналы других торологов не для того, чтобы смотреть какие-то свои ситуации, а потому что я увидела красивую колоду, мне интересно. И я знаю, как бывает неудобно, когда действительно колоду видно в кадре, а что за колода, или торолог тайны какие-то из этого строит и так далее. Я не сторонник того, чтобы были какие-то тайны. Именно поэтому я создала плейлист обзоры колод, где я очень подробно показываю, рассказываю о качестве исполнения, о том, кому подходит колода, что это за колода. Вы можете смотреть рисунки, там видео в хорошем качестве, вы можете прямо досконально, что нарисовано на карте рассматривать, и мое мнение об этих колодах. Поэтому в одном из пунктов прикрепленного комментария тоже ссылка на плейлист с обзорами колод, где каждая колода освещена. Потому что от того, что вы просто узнали название, например, ну просто вот название, а не знаете, стоит ее покупать, не стоит вам ее покупать. Вы можете пойти и посмотреть в этом плейлисте обзоры. Также последнее время люди пишут и в личку, например, спрашивают, а почему вот у вас нет обзора какой-нибудь колоды, особенно если эта колода 120-150 долларов стоит. Я не все колоды покупаю, которые новые, которые вышли. Я покупаю тех, которым лежит душа. И поэтому я тоже смотрю обзоры колод других торологов, когда я вижу, что, ой, вроде бы сперва показалось красиво, а когда начали показывать, рассуждать о ней, и как-то отшибло, и не захотелось покупать. Поэтому, друзья, вот здесь такой вопрос, тоже очень часто задавали вопрос, а что вы донаты себе не поставите, а что вот вы не поставите, мы бы скидывались, а вы бы покупали колоды, и смотрели те, которые мы хотели бы посмотреть у вас на канале. Только по этой причине я сделала, скажем так, донаты на Яндекс.Кошелек, которые тоже указаны в описании видео, и в прикрепленном комментарии есть ссылка. Когда вы просто кликаете, вас выносит на страницу, и вы с любой там карты банковской, или с Яндекс.Денег можете отправить что-то. При этом вы можете написать, что там хотелось бы посмотреть такую-то колоду, и так далее, узнать ваше мнение, и так далее. Потому что для многих будет дешевле сделать это именно так, чем самому заплатить, получить эту колоду, и понять, что она вообще не нужна, и непригодна, и абсолютно не устраивает. Только поэтому появился вот этот вот Яндекс.Кошелек. И еще бывает, что люди пишут в личку, и говорят, у нас очень отыгрываются расклады, мы хотим поблагодарить, мы хотим вот что-то, да, вот там дать, перечислить, спросить. И в таком случае, вот для тех, кто хочет тоже какую-то благодарность оставить, тоже можете это, естественно, сделать. Но никто, естественно, насильно вас это делать не заставляет. Потому что в целом вот эти общие расклады, они не для того, чтобы на них что-то заработать, по сути, а для того, чтобы просто сделать доброе дело, которое будет человеку полезно, помочь людям найти выход в своей ситуации. Вот такая у нас появилась небольшая говорилка в начале видео. Ну, я считаю так, что кто не хочет смотреть говорилку, всегда об этом упоминаю, вы можете перемотать, видеть, что вот уже расклад начался, и там и смотреть. Потому что и функция перемотки на Ютубе существует, и особенно если вы с компьютера смотрите, это вообще удобно делать. Кликнув мышкой на определенную часть видео, перенесло вас туда, куда вы хотели. А не там, где я там что-то рассказывала, что вы не посчитали нужным слушать. Хотя, вот как раз таки те, кто не слушает предисловия, какие-то вступления, небольшие говорилочки, они потом и пукают в лужу уж, простите за выражение, и делают ровно те ошибки, ровно те специфические шаги, о которых я говорю в таких вступлениях. Ну что же, мы приступим именно к раскладу. Что за качели в отношениях, что вообще с этим делать, в чем виноват человек, в чем виноваты вы. Вы можете загадывать хоть любимого человека, хоть друга, хоть родственника. То есть, если вы видите, что человек устраивает качели в отношениях, то любого из таких людей вы можете загадывать. Первый, второй, третий вариант. Вы можете выбрать просто рубашку карт и ждать, пока эта колода появится, и по ней что-то слушать. Вы можете загадывать номер. Кто-то говорит, а я всегда второй номер загадываю, смотрю там или третий, или первый. Можете делать так. Можно загадывать по-другому, то есть, доверившись вообще потокам и загадывать ту позицию, которую я открою первой, которую я открою там третьей, например. Это как вашей душе угодно. То есть, как вы считаете необходимым для себя загадать, вы так и можете делать. А я как посчитаю нужным, так и буду, соответственно, открывать позиции. И сегодня для тех, кто загадал позицию номер один. Кстати, я размещала сюжет о том, какие вы колоды хотите видеть. И там попросили в том числе второй иллюминатов. Вот с удовольствием второй иллюминатов сегодня у нас участвует в данном раскладе. Давайте посмотрим, качели в отношениях, что происходит, откуда берется. Ух ты! Ну, здесь товарищ манипулятор, товарищ, который продавливает. Особенно, если вы загадывали мужчину, здесь, видите, даже для какой-то Ани информация здесь идет, прямо и для Лены активно. Но вот здесь, смотрите, ситуация такая. Если вы загадывали мужчину, то мужчина здесь реально вами манипулирует. Он выстраивает иерархию в отношениях. И он желает быть в них старшим, важным, подавляющим. То есть вас могут вот этими качелями прижимать к ногтю, как говорится. Называется, я как сказал, так и будет. Ты, милая моя, хочешь капризничай, хочешь не капризничай, а я тебя доведу вот этими качелями к той цели, к которой я тебя хочу привести. И это действительно манипуляция. Но давайте мы еще не попросили сигнификатор. То есть мы его начали просить, а выпали карты не на позицию. Да, к какому-то решению вас хочет как будто бы человек подталкивать, потому что может быть долго, например, он ждет, может быть, долго не наступает интим в отношениях. Или вы долго не соглашаетесь на какие-то нюансы в этих отношениях. И вас просто вот этими качелями как будто бы раскачивают на то, чтобы вы сделали определенный шаг. Чтобы вы пошли на тот шаг, которого ждет от вас человек, который желателен для него, вот которого он хочет. И это действительно подталкивание. Да, вот знаете, когда так щенка к ступенечкам подталкивают, чтобы выходил таки за дверь. И вот вас таким образом тоже потихонечку подталкивают туда для того, чтобы долго не ждать того, чего человеку хочется. Чем вы провоцируете вот эту ситуацию? Ну, вы знаете, человеку, кстати, иногда кажется, что вы слишком властная или что вы слишком властный. И вот здесь может начинаться соревновательность определенная. Называется, ах ты сильная, ах ты умная, ах ты вот в себе уверенная. Сейчас я тебе покажу, кто здесь папочка. И вот такие вот могут быть обстоятельства, когда вас таким образом воспитывают. И вы провоцируете это своей излишней уверенностью. То есть вы не производите впечатления какой-то несчастной, забитой особы, которая там общипанная сидит в углу и не смеет глаз поднять. Поэтому это провоцирует человека. Но обычно, когда мы ведем себя достойно нормальных, здоровых людей, со здравыми какими-то жизненными принципами, это не должно провоцировать на такие шаги. Но этого человека провоцирует. То есть ему не нравится, что кто-то более уверен, что кто-то от него не зависит, что кто-то может принимать свои собственные решения. И вы этим провоцируете. Может быть, вы делаете это неосознанно. Я не говорю сейчас о том, что вы именно умышленно, противно, задуманно его провоцируете на такие шаги. Нет. Просто вы можете быть уверены в себе. Вы можете вести себя достойно. Вы можете знать, чего вы хотите. Но человек это из, может быть, собственной неуверенности в себе воспринимает как то, что вас надо проучить, как это вы без него будете и как это вы сами все знаете. Что здесь от него? Да, это желание научить вас чему-то. Это желание преподать вам определенный урок и желание доказать вам, ах ты гордая, но вот смотри, как твоя собственная гордость сейчас тебе же по носу щелкнет. Вот такие моменты здесь есть, и они проходят со стороны человека крайне активно. Это неприятно, но это проходит. Но зато вы будете знать, что руководить человеком и что с этим делать. И вам, конечно, предостережение и совет. Вы знаете, вот здесь вот играть в какую-то покорность или блюсти некую загадочность, да, вот в этих отношениях. То есть если будет у вас соблазн просто никак не реагировать, понаблюдать за этим, то не надо этого делать, потому что ваше бездействие и ваши какие-то отступления от собственных принципов, да, там допустим вы скажете, ой, ну качает, качает, уже хочет, чтобы я там туда-то съездила, то-то сделала, возьму и сделаю. Нет, этим вы покажете в глазах человека свою слабость. И человеку очень-очень захочется в данном случае еще больше затем вас удавить, вот задавить как-то сверху после этого. Поэтому не надо делать вид, что вы не замечаете, не надо таить и копить в себе, не надо просто наблюдать за ситуацией. Здесь нужно делать резко, жестко то, что вы считаете нужным и добиваться своего, того, чего хотите именно вы любыми путями. Даже если эти пути будут восприняты как нездоровый эгоизм, как какая-то провокация, да, вот все равно вам не должно быть это важно. Вы должны видеть свою цель в этих отношениях, в этой ситуации и делать то, что хотите делать вы, а не то, чего от вас требует человек. Вы должны защищать свои границы. Потому что из вас хотят сделать марионетку, тряпичную куклу. Для того, чтобы вами было легко управлять. А этого делать не надо. Потому что если у вас есть собственный взгляд на жизнь, собственный взгляд на мир, на эту ситуацию, то вот этой манипуляцией, которая даже у нас закрывает, да, колоду, не нужно давать случиться и не нужно позволять, допускать. Потому что иногда есть ситуации, когда, да, не обращаешь внимания на манипуляцию, просто молча, тихо-тихо делаешь по-своему или там пытаешься разговаривать. А здесь вы четко, жестко должны обозначить границы и сказать, знаешь, дорогой, меня это не устраивает или дорогая, там это уже не важно, смотря кого вы загадали. Для тех, кто, что-то у нас кажется коротенько минут на 40 опять будет. Надо побыстрее постараться изъясняться мне, наверное, для тех, кто выбрал следующую позицию номер 3. Она вторая по порядку открытия будет. И здесь, ну, я буду, естественно, вот так рубашку, карт, чтобы вы видели, колоду класть рядом. Давайте посмотрим сигнификатор ситуации, сигнификатор происходящих событий. Ой, ну, что-то у нас прям по классике, прям манипулятор выходит. Человек тоже пытается вами управлять, пытается, возможно, получить какую-то собственную выгоду. И, вы знаете, здесь даже вот вопрос, ну, хотя вот здесь не столько выгода, сколько момент такой, что я спорю просто для того, чтобы самоутвердиться, просто, чтобы меня в споре принимали крутым, чтобы смотрели, что я здесь руковожу всем. То есть, человек просто расставляет определенные акценты в отношениях. Он показывает, кто здесь хозяин. Он показывает, кто здесь пометил всю территорию и кто здесь является основным ведущим. Он хочет вас загнать просто в положение ведомого, чтобы вы расшатались, чтобы вы стали менее уверенной в себе. Но при этом человек действует жестко, сообразно своим принципам. И здесь может быть даже такая перспектива, что человек до кровавых соплей вплоть до завершения отношений будет действовать именно таким образом. То есть, называется, я лопну, но я сделаю, так что ты будешь терять уверенность в себе и ты будешь слушать меня. Манипуляции жесткие. Чем вы провоцируете его или ее на такое поведение? А что здесь от него, от самого может быть в этой ситуации или от нее, от самой? Здесь в зависимости от того, даму или мужчину вы загадывали. Ну, от вас, знаете, про вас могут говорить, что-то ты фифа такая, как-то ты слишком красивая, слишком в себе уверенная, какая-то ты слишком холеная. Да, вот, когда смотрят, да, вот, допустим, мужчины на девушку, которая за собой ухаживает, которая с иголочки одета, которая красивая, прическа, там, все, все при ней, да, называется, а ну-ка, я с тебя спись сейчас собью. Что-то ты какая-то прям слишком везучая, что-то ты какая-то слишком успешная. И здесь, кстати, для человека может быть финансовый аспект тоже не последней темой. Он может считать, что вы слишком дорого ему обходитесь или что вы слишком много тратите на себя. Называется, ах, ты имеешь возможность позволить себе купить какие-то украшения, там и так далее. Ну, знаешь, дорогая, я тебе сейчас расскажу, что это не самое важное в жизни и тебе покажется просто, да, помойкой то, что у тебя есть. Это желание дать вам вот какую-то информацию о том, что вы неправильно живете. Вы делаете не то, что хочет этот человек, а желание вот вас немножечко потрепать, сбить с вас вот этот лоск и заставить вас в более таком упрощенном варианте существовать. При этом, что здесь от него, вот от этого загаданного человека, его неправильное ожидание, то есть человек имел свои ожидания по поводу вас и человек видел эти отношения по-другому, а вы внесли какую-то свою лепту, вы оказались может быть слегка даже недосягаемой для него. Поэтому называется то, на что мы не можем забраться, как можно выше, то мы просто срубим и растопчем. Это вот тот случай, когда человеку легче вас пригнуть и загнать в свои правила, в свои рамки какие-то, чем признать вас и признать ваши некие свободы. Человек мог даже в свое время пытаться одарять вас чем-то, помогать вам чем-то на начальном этапе, но когда увидел, что у вас что-то получается, захотелось взять мухобойку и пришлепнуть вас немножечко, чтобы вы не взлетали очень высоко. Потому что тогда человек понимает, что он теряет как будто бы над вами власть. И вообще называется а я думал ты не такая, а то, что ты думал дорогой, это твои проблемы, а то, что я представляю из себя на самом деле это моя жизнь. И тут уже вопрос, либо ты меня принимаешь, это то, о чем вы сейчас должны думать вот в этой ситуации. Вы должны четко отделить ожидания человека, которого вы загадали, от того, на что вы реально способны и от того вот именно на каком уровне и какие отношения вас будут устраивать. Давайте посмотрим для вас тоже предостережение и совет в этой ситуации. Ну вы знаете, не старайтесь развивать каким-то образом эти отношения, потому что человек не способен развиваться дальше, чем он есть вот в этой ситуации. Старайтесь не проявлять сейчас инициативу. Вы уже достигли многого на сегодняшний день, и вам нужно просто остановиться и посмотреть на то, что происходит. У вас настал период оценки ситуации, переоценки отношений, понимания того, что уже есть, а не стремление к тому, что только может быть. не двигайтесь навстречу человеку. Если была назначена встреча в прямом смысле этого слова, свидание или просто какой-то визит, то лучше пока отложить эти встречи до той поры, пока у вас в голове не сложится весь пазл. Ну, а может быть он у вас в течение расклада и сложится весь этот пазл и конструктор лего и так далее. Но двигаться самой навстречу, почему ты так со мной делаешь? А я сделаю так, а как ты думаешь, не надо? То есть чем вы меньше сейчас проявитесь активно, чем меньше вы будете идти человеку навстречу, тем меньше сработает его план. То есть человек устраивает вам качели, сегодня было все хорошо, потом человек вдруг отдаляется, вдруг он как-то странно себя ведет. И если он видит, что в этот момент вы бежите за ним, как это он не позвонил, я сама позвоню ему. Нет, дорогие мои, если вы начнете делать такие шаги, то он поймет, что вы играете под его дудку, то есть вы пляшете под его дудку, и что он достигает того, чего хотел. Сейчас время переоценить, расставить некие точки и промежуточные хотя бы, и понять, в каком виде вы видите эти отношения дальше, какие отношения вас будут устраивать. И тогда может действительно быть ситуация, у вас сейчас иллюзия семьи, иллюзия слишком большой, может быть не семьи, а большой близости, то есть например это ваша подруга, если вот она такая родная какая-то, она приходит и из холодильника ваш недоеденный творог достает и жует его, и там не знаю вашей помадой пользуется, и вот вроде бы вы одно целое практически, но чего-то здесь не вяжется, поэтому не надо струбить из лишних иллюзий и действовать по принципу ах обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад, вообще не то, что надо в этой ситуации делать, будьте честны, да, карты прежде всего говорят о том, что честность в этой ситуации будет значить очень много, и это то, на что вам надо обратить внимание. Для тех, кто выбрал позицию номер 2 на 3 по порядку открытые, открытие это кэп очевидность у нас, ну давайте мы немножечко сейчас увеличим вот так поле съемки, для того, чтобы вы просто могли видеть более крупную колоду гиганта, кстати, вот знаете, несмотря на абсолютную свою неклассичность и на такую свою вот знаете мягкость визуальную, колода очень серьезная, и вот эта колода разрешала ситуации в личных раскладах жизни и смерти, то есть очень серьезная, несмотря на то, что сперва я ее посчитала так развлечением, называется, ну еще такой не было, пусть будет, а сейчас я ценю ее гораздо больше, чем в первые дни, и так, давайте посмотрим, качели, сигнификатор ситуации, что происходит, а вы знаете, здесь как таковых качелей, наверное, нет, здесь больше истинные какие-то, да, вот искренние поступки человека, просто есть определенное недопонимание или то, что человек не может открыться вам полноценно, здесь ситуация, когда просто ваши точки зрения отличаются и нет взаимопроникающего вот этого такого лучика понимания, когда ты просто смотришь над человеком и уже знаешь, что происходит, и уже понимаешь, что творится с ним, вот в вашем случае этого нет, если вы думаете, что это есть, значит, вы думаете неправильно и человек вас в том числе не понимает, здесь именно та ситуация, когда оба человека просто замкнулись и если человек не звонит, например, или не появляется, или какие-то поступки наоборот совершает, да, действия, а не бездействия происходит, то это означает, что просто человек не понимает ваших потребностей и вы не понимаете его потребностей, это может быть вовремя не состоявшийся какой-то разговор, это именно недопонимание или недопонимание, или разные принципы жизни и вами не хотят манипулировать и качели устраиваются не случайно, это искренне. Чем вы провоцируете такие обстоятельства и чем виноват здесь человек, можем сказать так, ну, вы знаете, во-первых, видимо, у человека с вами не сложилось каких-то доверительных разговоров, поэтому он нашел третьих лиц, с которыми эти разговоры доверительные в принципе сложились и он или она на сегодняшний день считает, что там ему удобнее и что там, где ему что-то шепчут на ухо или ей, вот там это важнее. С вашей стороны возможно привлечение или ссылка на мнение человека, мужчины старше 40 лет, у кого-то Игорь зовут этого мужчину, такой вот достаточно спокойный, размеренный, рассудительный, возможно, вы сослались на такого человека, на какое-то мнение подобного характера и человека это спровоцировало и замкнуло, то есть он понял, ах, мнение какого-то другого там Васи, Пети, Игоря, Коли, неважно кого, важнее, чем мое мнение для тебя, окей, я тогда буду делать так, как посчитаю нужным, то есть здесь у человека именно состояние, когда он считает, что для вас есть другие авторитеты, что вы можете смотреть на что-то по-другому и еще человек считает, что вы и сами достаточно сильно давите и задираете нос, то есть вот какая-то ему кажется, есть забышенная самооценка с вашей стороны, даже если вам это не кажется, то человеку это кажется вполне и еще человек считает, что он достаточно вас хорошо изучил, хотя может в этом заблуждаться, весьма и весьма и считает, что с вами трудно, именно потому, что с вами трудно, он пытается сейчас как-то уединиться, дать себе возможность подумать, замкнуться в себе, переключиться на что-то другое, но при этом вы знаете, он даже и с теми третьими лицами, которые у нас здесь выпали, особо активно то и не общается, получается, он что-то услышал, сделал свои выводы и залип, завис на этих выводах, пока никуда не трогается, никуда не отползает, ни в какую сторону, давайте вам предостережение и совет в этой ситуации посмотрим, и вот знаете, пока что карты говорят о том, что не старайтесь расставить прямо сегодня здесь и сейчас все точки надъем, потому что действительно здесь есть недопонимание и не надо в этой ситуации в этом случае просто как-то желание завершить все сегодня здесь и сейчас оно будет непродуктивным, потому что если вы жестко сейчас скажете, что вас что-то не устраивает, то эти отношения могут прекратиться даже не только на время, но и навсегда, то есть вы если сделаете какое-то резкое движение, то вы можете спровоцировать полную остановку этих отношений и карты пока не рекомендуют выходить в принципе из этих отношений а разобраться в том, что происходит но опять же здесь знаете есть рекомендация действовать так как следует так как нужно или так как вам советует женщина женщина знака огненного возможно но по крайней мере легкая зануда такая, да бензопила дружба она может быть слишком правильной какой-то даже скучной но она в данном случае может говорить абсолютно на верные вещи слушать ее или нет это естественно ваше право выбора но карты рекомендуют при этом смотрите если нет такой женщины которая давала бы вам советы то это просто ситуация ситуация следующая вы не должны выходить за рамки приличия и за какие-то традиционные моменты то есть вот знаете как будут праздники даже несмотря на качели в отношениях которые вам кажутся поздравьте с праздником то есть сделайте то что должно и тогда пусть будет то что будет вы со своей стороны должны быть непогрешимы вы должны со своей стороны выполнить все обязательства которые вы взяли на себя или которые были в свое время на вас возложены то есть вы должны не выходить за рамки приличий вы должны вести себя культурно вежливо вы должны выполнить обещания которые вы давали и тогда возможно перспектива ситуации как-то вот этого недопонимания она выйдет на новый уровень и что-то наладится особенно если для вас это отношение с женщиной которая старше с матерью или просто вот с той дамой с которой вы в близких очень отношениях с мужчиной то же самое постарайтесь не уронить свою честь и достоинство и опять же еще раз повторю здесь основной девиз того что происходит делать что должно и будь что будет и дольше по этой позиции я не вижу пока смысла рассуждать выкладывать какие-то дополнительные арканы потому что все понятно здесь качели не потому что человек вас хочет раскачать а потому что это его искреннее поведение которое обусловлено определенными факторами которые были озвучены в этом раскладе я думаю что здесь ситуация ясная видите если да если в первом втором варианте это были качели по своим причинам то здесь это не качели это то что кажется качелями на самом деле просто имеет подоплекой ревность недопонимание тщеславие каждого из вас отдельно и вот на это нужно соответственно обратить внимание я надеюсь что ваши ситуации наладятся и качели не будут постоянными спутниками ваших отношений потому что это очень тяжело существовать именно в режиме качелей такие отношения не должны продолжаться долго потому что они загоняют в тупик они загоняют в стрессовую ситуацию человека поэтому я желаю конечно чтобы качели закончились быстрее и было какое-то благоприятное разрешение вопросов для тех кто хочет для себя получить индивидуальный расклад вы можете писать мне в личку как это сделать рассказывается в видео которое закреплено в пункте 3 прикрепленного мною комментария то есть вот мой первый комментарий под этим видео промотайте вот так вот дальше внизу мой комментарий прикрепленный пункт 3 как получить личный расклад в скобочках консультацию кликайте по ссылке и там все рассказывается как это сделать каким образом писать куда бежать куда стремиться и так далее действует также правило трех сообщений то есть если вы мне три раза написали я вам три раза ответила вы получили условия получения расклада вами с этого момента либо мы работаем либо мы прекращаем общение но я с удовольствием буду общаться с вами в ютубе в комментариях здесь под видео под другими видео я стараюсь все читать я стараюсь на все отвечать я конечно на адекватные комментарии ставлю сердечки тем более что если раньше я как-то забывала это делать то потом просто сказали что вы знаете вы сердечко ставите и все у меня день хороший у меня что-то получается что-то ладится так классно ну поставьте пожалуйста девочка которая постоянно обращается она и в личку по этому поводу писала вот поэтому конечно я поставлю обязательно сердечки и обсудить сам расклад какие-то жизненные ситуации мы тоже можем здесь но когда вы пишете мне в личку в соцсети на почту на мейл то тогда вы должны понимать что это работа это рабочий вопрос который решается в определенном деловом стиле то есть если здесь мы можем дружить общаться говорить теплые слова друг другу то когда вы именно занимаете мое личное время рабочее время то тогда я общаюсь только по работе в личку я желаю всем удачи до встречи до свидания дождя